Павел Апостол Павел также называет Христа Агнцем, пасхальным Агнцем. 1 Коринфянам 5, стих 7. 1 Коринфянам 5, 7. Здесь он говорит, «Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом». В Коринфянской церкви была проблема, одна из множества, как об этом свидетельствует само послание апостола Павла. В частности, вообще не были разделения, противостояния внутри церкви отдельных групп христиан. Одни говорили «Я Павлов», другие «Я Аполлосов», «А я Христов». И так вообще не наблюдались разделения, безнравственное поведение, например, сожительство с тещей, что было немыслимо даже для язычников. Далее мы читаем о том, что христиане приводили друг друга в суд, судиться у нечестивых, вечерю Господню не соблюдали должным образом и превращали ее в повод наесться, не дожидаясь других, да и дары, дары использовали непонятно как. Любовь не служила контролирующим фактором, о чем говорят главы с 12 по 14. А в 15 главе говорится, что были в церкви и те, кто отрицал воскресенье. Итак, распри, безнравственность, беззаконие, лжеучение. Если вдуматься, сильно походит на мою церковь, англиканскую церковь. Так вот, Павел говорит, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, этот пасхальный агнец, заклан за нас. Однако, что это была за жертва? Каким образом она искупает грех, согласно Новому Завету? Это длинная история. К слову, я веду семинар для докторантов, где мы рассматриваем исключительно этот аспект. Понятно, что здесь мы с вами в подробности углубляться не будем. Это скорее ожидает вас на курсе по систематическому богословию. Тем не менее, позвольте обратить ваше внимание на два ключевых слова. Грех искупается, и наша связь с Богом восстанавливается путем умилостивления, и очищения. И то, и другое требует жертвы. Святой Бог соприкасается с грешным народом с помощью жертвы. Это можно сформулировать так. Искупление человека – очищение от греха. Или «я примиряюсь с человеком, я искупаю грех». Для начала давайте рассмотрим понятие умилостивления или примирения. И классический текст здесь – часть известного аргумента Павла из послания к римлянам 3 главы. Стихи с 21 по 26. Мы обсудили всеобщий характер, проблемы греха. Греха, который вызывает на себя праведный гнев Божий. В главах 1, 2 и 3. Будь ты иудей или елен, ты все равно грешен. Теперь же апостол Павел обращает наше внимание на Божью реакцию, на грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили, лишены славы Божией. Эту мысль он отстаивает и в предыдущих главах. Нет теперь ни иудея, ни елена. Получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, крови Его через веру. Кровь очень часто в Новом Завете является указанием на смерть, на смерть Христа. Кровь – некий яркий, графический образ смерти. Итак, крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, заделанных прежде. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Весьма насыщенный фрагмент Писания. Однако в данном случае нас интересует фраза, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру. Речь, разумеется, идет о крови Христа. Значимое слово здесь – хиластерион. Оно обозначает жертву. Однако в этом отрывке акцент скорее на Боге, чем на грехе как таковом. И пусть немногословно, но я полагаю, что Он выражает мысль о жертве, которая отвращает праведный гнев Божий. Думаю, в английской стандартной версии это корректно переведено как умилостивление. Почему я придерживаюсь именно такого толкования данного термина? Потому что, если прочитать первые пять глав послания к римлянам, нетрудно обнаружить, что в них снова и снова рефреном звучит тема Божьего гнева. Глава 1, стих 18. Зачитаю. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдую». Далее 2 глава, стих 5. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». Далее в 5 стихе. «А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». 4 глава, стихи 13 по 15. Я повторю. Эти тексты. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающийся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». Далее 5 глава, 9 стих. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева». Полагаю, вы видите указания на гнев и до, и после нашего текста. Они и служат для него основной посылкой. Стихи с 21 по 26. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков». Поэтому, когда говорится о жертве, пролитой крови и хилостерион, то говорится в контексте именно гнева. Это умилостивление. Поместим текст в контекст, в рамки обсуждаемой темы, темы, обсуждаемой в первых пяти главах послания к римлянам, то есть книге. Обратите также внимание на частое употребление слова «кровь». Оно, как правило, означает смерть Христа, и в Библии указывает именно на это. Я упомянул, что в переводе обсуждаемый термин звучит как «умилостивление». Однако в других контекстах этот же термин и родственные ему слова можно было бы перевести как «искупление», «очищение». Понимание в данном случае зависит от соответствующего отрывка и обсуждаемого в нем вопроса. Этим и вызваны разногласия. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com А теперь давайте рассмотрим понятие «искупление», «очищение». Глава 2, стих 17, послание к евреям. Евреям 2, стих 17. А вот здесь я предпочел бы не согласиться с английской стандартной версией. Думаю, что в международной версии этот термин переведен как «жертва искупления» или что-то в этом роде, довольно расплывчатое. Нечто среднее между двумя вышеупомянутыми переводами. Так автор послания к евреям пишет, «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа». Здесь употребляется глагол «хиласкумай», а не существительное, но это однокоренные слова. Заметьте, значение «приносить жертву за грехи». И поскольку акцент все-таки на грехе, то перевод «искупление» представляется более точным. «Искупление» или «очищение». Помните ветхозаветное понятие «кипур»? «Искупление», «очищение». Здесь, как мне кажется, выражена идея именно «очищение». Объектом выступает не Бог, а грех. Соответственно, более уместным представляется термин «очищение». Каким образом осуществляется это искупление? В каком аспекте смерть Христа была жертвой умилостивления? И в каком жертвой искупления? Римлянам 3. Это пример первого. Евреям 2. Пример второго. И опять-таки об этом хорошо написано в книге Чарльза Скоби. Чарльз Скоби «Пути нашего Бога». Looking at the Old Testament background in particular. Chapter 9. Chapter 9. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok